Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. На сегодняшний день подключено 12 мегаватт нагрузки к этой котельной, в резерве еще 12. Котельная в Краскоме почти готова к отопительному сезону. Все отремонтировали, покрасили, все замечательно. В городском округе продолжается ремонт дворовых территорий. Можно какое-то кофе, можно мороженое с детьми. Рабочая группа обсудила благоустройство Малаховского озера. У нас создана такая хорошая, добрая атмосфера развития спорта. В Люберцах отметили День физкультурника. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации Люберец состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления и ведомств подвели итоги работы за отчетный период. За прошедшую неделю отчетный период зарегистрировано все материалы по учету происшествий 1919. Из них происшествий 263, в том числе дорожных транспортных, 148, пострадало лист при ДТП 6. Такой выдалась неделя у Люберецких стражей правопорядка. Также полицейские по горячим следам раскрыли 12 преступлений, связанных с наркотиками и 10 краш. Два пожара потушили Люберецкие огнеборцы. Итак, 6 августа в 2 часа 23 минуты Люберцы, проспект Победы, дома 18, загорание автомобиля «Газель». В результате пожара обгорел автомобиль «Газель», а также пострадали два соседних автомобиля. Страдавших нет. В Люберцах продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. С этой задачей на сегодня коммунальщики справились на 79%. Все ресурсоснабжающие организации должны быть подготовлены до 1 сентября. По состоянию 10 августа на плановый профилактический ремонт установлено 8 котельных, отключено 122 дома. Это примерно 15776 жителей. Нарушение исполнения графика отключения горячего водоснабжения при плановых отключениях не зафиксировано. Комплексное благоустройство дворов в Люберцах ведется согласно графику. Все работы закончат до конца августа. Также возле домов на минувшей семидневке велись работы по ремонту 56 ям. В порядок приводят и зеленые территории. Продолжается работа по благоустройству Малаховского озера. Общий процент выполнения на сегодняшний день 74%. Плановая дата завершения всех работ 10 октября 2020 года. За прошедшую неделю в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило более 9 тысяч обращений. Из них 614 на горячую линию администрации. Все они отправлены ответственным лицам для исполнения. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Люберецкий округ готов к отопительному сезону на 80%. Плановый профилактический ремонт сегодня ведется в 8 котельных. Ход работ бойлерной в Краскове проверил глава округа Владимир Ружицкий. Два сезона бесперебойной работы. Новая котельная в Краскове полностью автоматизирована. Современное оборудование позволяет даже при проведении профилактического ремонта. Не отключать горячую воду потребителям. Схема теплоснажения таким образом реализована. Это действительно новое оборудование, которое не требует остановки. На сегодняшний день подключено 12 мегаватт нагрузки к этой котельной. В резерве еще 12. Котельная на Карла Маркса пока работает не на полную мощность. Сейчас обеспечивает 5 новостроек и детский сад. Резервного тепла хватит на все объекты нового жилого квартала, которые введут в эксплуатацию в ближайшие годы. Здесь люди, которые будут проживать в ближайших домах, полностью обеспечены теплом, горячей водой. Я надеюсь, что все будет безаварийно. И жалоб или нареканий на тепло или горячую воду от жителей не будет. На сегодняшний день новая бойлерная в Краскове почти готова к холодам. Работы выполнены на 92%. В городском округе Люберцы проводятся работы по комплексному благоустройству дворов. Ежедневно около тысячи человек и десятков единиц спецтехники приводят в порядок детские спортивные площадки, а также территории вокруг многоквартирных домов. Как преображается двор на улице Льва Толстого, посмотрела наша съемочная группа. На этой детской площадке пока можно увидеть только рабочих. Игровые элементы пришли в негодность. И если одни достаточно покрасить, то другие нуждаются в замене. Еще несколько дней и любимые качели снова будут к услугам малышей. А взрослые смогут отдыхать в благоустроенной зоне рядом с домом. Скамейки сломали. У нас там в основном пожилые люди собираются. Все отремонтировали, покрасили. Все замечательно. Какие бывают вопросы, мы всегда обращаемся в ЖУ-7. Нам всегда идут навстречу. Содержание дворовых территорий в летнее время подразумевает покостровы, вырубка аварийных деревьев, окрашивание малых архитектурных форм, а также ямочный ремонт и полив цветов. Эти работы лежат на плечах управляющих компаний. Мы здесь видим, что достаточно все аккуратно, все на уровне. Ну вот наша компания ЛГЖТ, управляющая компания, я оцениваю, что она крупная. Одна из лучших. Это тоже факт, потому что есть профессиональный коллектив, есть люди. Сообщить о ненадлежащем состоянии придомовой территории можно несколькими способами. Свои обращения жители могут отправить на почту главы округа, либо оставить комментарии в соцсетях. Жалобы и предложения принимаются также на портале Добродел. Городская среда станет еще комфортнее. В Томилине приступили к реновации подземного пешеходного перехода. Ход ремонтных работ оценил глава округа. Раньше переход на другую сторону Рязанского шоссе в районе птицефабрики больше напоминал прохождение квеста. Жители жаловались на плохое освещение, обшарпанные лестницы и стены. Долгое время объект отсутствовал на балансе администрации округа. Мы в прошлом году его оформили. Как бесхозно эта процедура целый год длится. И в конечном итоге он сегодня у нас находится на балансе. Обслуживает нашей городской организацией. Люберецкий, да, вот приступили к ремонту, заложили деньги, естественно, есть смета. И мы его придем в порядок. Рабочие уже демонтировали старую плитку, зашпатлевали и заштукатурили стены. В ближайшее время специалисты сделают стяжку пола, поменяют светильники и приступят к покрасочным работам. Будет выглядеть очень красиво, современно. И самое главное, для людей это будет доступная среда. Все инвалиды тоже в том числе могут портствоваться этим пешеходным переходом. Ремонт этого объекта включает в себя не только отделочные работы. Для удобства жителей подземный переход будет оборудован противоливневой системой для отвода воды и мусора. Мы все-таки столичный регион. И уровень поддержания подземных переходов должен быть тоже на таких московских стандартах. Всего в округе шесть подземных переходов. Новый облик этого жители Томилина смогут оценить уже через месяц. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. С начала этого года в Люберцах погибли 10 человек при переходе железнодорожных путей в неположенных местах. На днях несчастный случай произошел на станции Красково. Мужчина пренебрег правилами безопасности и попал под поезд. Для того, чтобы предотвратить подобные трагедии, межведомственная комиссия вышла на профилактический рейд. Подробности у нашего корреспондента. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода со станции. Тот случай, когда коронавируса боишься больше, чем попасть под поезд. Этот мужчина переходит железную дорогу в опасном месте, но зато в маске. Судя по тому, с какой ловкостью он забирается на перрон. Делает он это часто. Такие несанкционированные переходы – случай нередки. Статистика травматизма и смертности на железнодорожных путях говорит сама за себя. На одном только рязанском направлении, которое считается самым аварийным в Московской области, в этом году погибли 33 человека. Основными причинами несчастных случаев является левостороннее движение поездов, то есть единственная ветка Московской железной дороги. Кроме того, высокая интенсивность движения грузовых поездов, поездов, дальнего и пригородного сообщения, а также нахождение лиц на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения и, соответственно, личная неосторожность. На станции Красково в этом году произошло два несчастных случая. Причина трагедии – желание пассажиров сэкономить на оплате проезда и бесплатно попасть на платформу. Соблюдать безопасность нужно обязательно. Значит, переход только на разрешающий сигнал светофора, осматриваться, нет ли приближающегося поезда, не прыгать с платформы. Нужно беречь свою жизнь. Донести эту мысль до наибольшего количества людей. С такой целью на станцию Красково прибыла рабочая группа. Участники рейда проводили с жителями разъяснительные беседы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы переходите? А где железнодорожник? Только так. Через переход? В каких вариантов нет. Да, то есть вы не прыгаете с платформы? Прежде всего, это моя жизнь. Дороже жизни нет ничего. Ещё одна миссия – выявить несанкционированные переходы, которыми пользуются пассажиры, чтобы в дальнейшем устранить их. У нас есть группа, которая постоянно заделывает проходы, перекапывает тропы, восстанавливает ограждения. Большое внимание также уделяется пропаганде в СМИ этого вопроса, потому что всё-таки люди у нас читают, мы развешиваем листовки, материалы, наклейки. Народная дружина совместно с Министерством транспорта и полиции впервые проводит такой рейд. Я думаю, что достаточно эффективно предупреждать людей, что не нужно перебегать через железную дорогу, а лучше воспользоваться переходами. Однако штраф за переход железной дороги в неположенном месте эффективным не назовёшь. Он составляет 100 рублей. Впрочем, такова же средняя стоимость проезда на электричке, на которой так хотят сэкономить. Нарушители порядка. Владимир Ружицкий посетил с рабочим визитом технопарк «Лидер» в Малаховке. Во время пандемии научно-промышленные предприятия не останавливали свою деятельность. Продукция резидентов технопарка востребована в условиях борьбы с коронавирусом. Подробности далее. Томографы, какие мы поставляем, не поставляет в России никто. В период пандемии COVID-19, компьютерный томограф – главный диагностический инструмент. Исследования проводятся быстро и практично. В экстренной ситуации это особенно важно. Оперативное создание новых машин во время вспышки коронавируса было задачей номер один для компаний «Медицинские технологии». По сравнению с прошлым годом, потребность в КТ возросла в два раза. Мы были отнесены к категории предприятий, которые должны были обеспечить беспрерывное функционирование. И это было связано как раз с ситуацией с ковидом. Поэтому с самого начала мы ни на один день не останавливали производство. Для того, чтобы успеть вовремя отгрузить вот так настолько востребованное оборудование, как госпитали, которые активно вводились. Со своей задачей компания справилась успешно. Сотрудники предприятия по сей день работают по новому графику два через два. Это необходимо для того, чтобы производство высокотехнологичного медицинского оборудования не останавливалось ни на день. По качеству выпускного оборудования им нету равных в России. Сегодня они выходят, в том числе, на международные рынки и пытаются, стремятся себя и там зарекомендовать. Нету равных и другому предприятию, расположенному на территории технопарка «Лидер». Компания «Ядролапс» занимается производством серверов, систем хранения данных, а также программного обеспечения и специализированных вычислительных комплексов. Работа проводится на основе собственных разработок. За вот этих последних несколько лет данными предприятиями было уплачено налогом, такой бюджет в Московской области, не менее 500 миллионов рублей. Это значительный вклад в развитие и территории Люберецкого района, и Московской области. «Лидер» – это огромная площадка, где на каждом квадратном метре размещено инновационное производство. На сегодняшний день резидентами технопарка являются семь научно-промышленных предприятий. Луиза Егезарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Широкий спектр медицинских услуг. В клинике 100 метр прием ведут офтальмологи, хирурги, гинекологи, проктологи, флебологи, косметологи. Уникальность больницы оценила лично глава округа. Все, смотрим прямо, не моргать. Этот оптический когерентный томограф – единственный в Люберецком округе. С его помощью специалисты клиники выявляют глазные заболевания на ранних стадиях. Современное оборудование – только часть качественной медицинской помощи. Здесь собран на сегодняшний день хороший коллектив, где-то порядка 150 человек. Из них половина – это кандидаты медицинских наук, даже, мы сказали, два доктора медицинских наук. Здесь собраны очень высококвалифицированные люди, которые могут оказать хорошую медицинскую помощь. В ближайшее время в палатах больницы появится еще 15 коек. Через несколько месяцев клиника войдет в программу обязательного медицинского страхования по направлению «Стационарная медицинская помощь». Для жителей Нобелевского района это будет значить, что диагнозы, которые требуют хирургического лечения, они смогут по системе ОМС прооперировать в клинике стомет. Это, еще раз повторяю, хирургия, гинекология, лор и офтальмология. Каждый месяц врачи клиники принимают более 7 тысяч пациентов и делают более 60 операций. Качественную медицинскую помощь здесь оказывают люберчанам, москвичам и жителям Подмосковья. Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В округе работает один из крупнейших в регионе складских комплексов. На территорию торгово-логистического парка Тамилина расположено более 40 построек, половина из которых – здание складского назначения. Объект с рабочим визитом посетил Владимир Ружицкий. 46 тысяч квадратных метров, где задействовано тысяча работников. На территории крупного логистического парка работает стремительно развивающийся складской комплекс Тамилина Девелопмент. 70% площадей здесь занимают логистические интернет-компании. Запчасти автомобильные, товары народного потребления, некоторые связанные с экспресс-доставкой, и там совершенно разнообразные товары. Это логистические компании, поэтому непосредственного профиля товаров очень много. Руководители компании построили складской комплекс с нуля. Эксплуатировать начали в конце 2019-го. За короткий срок удалось найти надежных клиентов. Сегодня Тамилина Девелопмент растет, получает разрешение на строительство еще одного комплекса. Мы поддерживаем подобное предприятие, потому что с точки зрения экономики, с точки зрения создания рабочих мест, это то, что крайне необходимо и не хватает сегодня. Более того, данное предприятие оно в развитии. Вот мы проговорили с собственником, и они сейчас в стадии проектирования очередного такого складского комплекса. Новое помещение рассчитано на 15 тысяч квадратных метров. Склад поможет задействовать дополнительно 200 рабочих мест. Его открытие запланировано на начало 2021 года. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Территорию управления Красково-Малаховка возглавил новый руководитель. Им стала Ольга Бойкова, которая ранее работала в администрации городского поселка Малаховка. Новоиспеченного начальника представил коллективу глава Люберец Владимир Ружицкий. Он выразил надежду, что ее опыт и профессионализм помогут решить самые наболевшие вопросы на этом участке округа. Сделать предстоит очень много. Буду делать упор на общение с жителями. Надо наладить с ними контакт. То есть у них очень много вопросов, и они порой бывает не знают, куда обратиться. Поэтому я в первую очередь возьмусь за Малаховское озеро, потому что там, конечно, нужно контролировать. Там нужно жесткий контроль, нужно каждый день быть на объекте. Рабочая группа продолжает активно участвовать в обсуждении благоустройства Малаховского озера. Очередная встреча помогла внести коррективы в работы и наметить дальнейшие планы. Направление пешеходных и велодорожек, освещение благоустроенной территории и внесение корректив в намеченный план работы. Обсуждали вопросы прямо на месте. В протоколе фиксировали пожелания. Есть определенная зональность. Я хочу эту зональность отвести от основной тропиночной сети, чтобы это не мешало остальным людям. Куда перенести пикниковую зону и как ее оснастить? Где и в каком количестве установить уборные комнаты? Решение рабочая группа принимала сообща. К пожеланиям присоединились и другие местные жители. Можно какое-то кафе, можно мороженое с детьми. Заросли вблизи штаба строительства по-прежнему притягивают асоциальных горожан. Участок находится в неприглядном виде. На встрече рабочая группа искала выход из положения, чтобы навести там порядок. В ближайшее время на этом участке проведут санитарную опиловку и компенсационную высадку. Там действительно бардак, наркоманы. Если здесь прорядить просто американский клен, уже будет светло, никто скрываться там не будет. Потому что сама поросль вот этого американского клена, ну, заросло все. Работы по благоустройству жемчужины Люберец проводят и на самом водоеме. От жителей поступили предложения по поводу реконструкции дамбы и очистки озера. Мы рассмотрели дополнительные вопросы, которые касались непосредственно дамбы. Спуск воды было, обращение от рыбаков непосредственно, чтобы рыба могла спускаться в реку во время нереста. Рабочая группа данную идею поддержала. И также обращение в адрес администрации, чтобы очистка данного водоема проходила без спуска воды на метр. В ближайший месяц на Малаховском озере проделают большую работу. Установят две спортивные площадки, камеры видеонаблюдения, а также 174 лавочки и 150 урн. Пляж засыпят новым песком. В зоне отдыха появятся раздевалки и волейбольные поля. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжаются мероприятия, посвященные 75-й годовщине Великой Победы. В округе чествуют ветеранов, проводят патриотические акции, а также вспоминают о подвиге павших героев. Жители Малаховки почтили память своего земляка Юрия Ломакина. В годы войны он показал пример непокоренности и мужества. История подвига в нашем следующем сюжете. Этот портрет знаком каждому жителю Малаховки. Юрий Ломакин – герой и гордость поселка. Уже много лет в народе его именем называют аллею, расположенную между улицами Тургенева, Советская, Гоголя и Чайковского. На памятном стенде удивительная история храброго солдата. Во время Великой Отечественной войны Юрий Сергеевич попал в лагерь Бухенвальд. И в 43-м году, когда немцы захотели устроить показательный расстрел, в том числе и Юрия, он, пронеся с собой самодельный нож, убил этим ножом во время расстрела двух немецких надзирателей. Лесопарковая зона всегда была местом притяжения жителей Малаховки. И сейчас у входной группы собрались люди, для которых этот участок поселка по-особенному дорог. Родственница героя Татьяна Ломакина вручила сотрудникам музея картину, которую написал отец Юрия Сергеевича. Главная цель жителей Малаховки – чтобы каждый человек, гуляющий здесь, узнал об истории солдата, который даже в последние секунды своей жизни защищал Отечество. Диктант Победы Диктант Победы напишут в Люберцах. Для этого подготовят 45 площадок. Среди них образовательные учреждения округа и музейно-выставочные комплексы. Одним из организаторов Всероссийской акции выступила партия «Единая Россия». Каждый уважающий себя человек должен знать и чтить историю своего Отечества. Даты и события Великой Отечественной войны, сюжеты художественной военной литературы и биография героев. Все это предстоит вспомнить участникам Диктанта Победы. Центральной площадкой станет музейно-выставочный комплекс. Наше учреждение зародилось в 1976 году. И основателем этого учреждения стал полковник в отставке, почетный гражданин города Люберцы, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Петрович Изместев. В этом году в исторический тест войдут 25 вопросов, 20 заданий по общефедеральной и 5 по местной тематике. Из-за введенных ограничений дату события перенесли на 3 сентября. Пандемия внесла коррективы и в порядок проведение Диктанта Победы. При проведении Диктанта будут соблюдаться все условия для защиты здоровья наших жителей и гостей городского округа Люберцы. Всем будут предоставлены перчатки, маски и обязательно будет соблюдена дистанция. Всероссийская акция «Диктант Победы» пройдет во второй раз. В добровольном экзамене могут поучаствовать представители всех возрастов и профессий. Я призываю всех люберчан прийти написать тест с семьями, со своими детьми, потому что историю нужно изучать с раннего возраста, чтобы вспомнить своих родных и близких, тех, кто защищали нашу родину. И мы вместе соберемся, проверим свои знания. С полным перечнем адресов проведения Диктанта Победы можно ознакомиться на сайте местного отделения партии «Единая Россия», а также на официальном сайте «Диктант Победы.РФ». Трудовые бригады округа начали свою работу. В этом году в них задействовали 110 ребят. Как проходят трудовые будни в девятой школе, узнавал глава округа и наша съемочная группа. Высадка цветов, опиловка деревьев и наведение порядка в школьном дворе. Любые бытовые задачи Роману Ковылову под силу. Десятиклассник научился всему в трудовых бригадах. Работает юноша в них ежегодно, совмещая приятное с полезным. Четыре часа, пять дней в неделю. За месяц такой работы школьники получают около шести тысяч рублей. В прошлом году я приобрел петличный микрофон, плюс нужно было купить несколько фильтров, в основном это периферия для камеры и микрофона. Довольно интересно, если ты работаешь с друзьями. Работа умеренно сложная, да и к тому же я могу помочь школе за умеренную плату. Зарплаты для трудящихся школьников выделяют из муниципального и областного бюджетов. В обязанности юных работников входит подготовка учреждения к новому учебному году. Наведение порядка, незначительный ремонт мебели, уход за растениями и другие хозяйственные задачи. Как показала практика, трудотерапия положительно влияет на подростков. После небольших поделок ребята по-другому будут относиться к имуществу школы, даже других своих сверстников будут как-то останавливать. Поэтому я надеюсь, что по крайней мере ребята получат в процессе работы и удовольствие, и в них и дружба укрепляется, ну и укрепляют материальное свое состояние. Работают в трудовых бригадах в основном старшеклассники. В этом году их втрое меньше, чем обычно. Всего 110 человек в 10 учреждениях округа. На количество добровольцев повлиял месяц проведения. Август горячая, пора каникул. К 1 сентября правительство Московской области подготовило подарки для первоклассников. Наборы, куда входит рюкзак и школьные принадлежности, могут получить малообеспеченные семьи, чьи доходы ниже прожиточного минимума, то есть 13 115 рублей. Один из родителей должен обратиться в управление соцзащиты и предоставить документы. Паспорт нужно предоставить, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке, справочки о доходе семьи за предыдущие три месяца, выписку из домовой книги и справку из школы, что ребенок поступает в первый класс. Хочу обратить внимание, что ребенок должен поступать в первый класс в школу Московской области. И ребенок, и родители должны быть прописаны в Московской области. По данным управления соцзащиты, наборы первоклассника получат три сотни люберецких детей. Акция продлится до 5 сентября. Получить информацию можно по номерам горячей линии, которые вы видите на своих экранах. По аллее Центрального парка, как по подиуму, люберцы приняли первый в стране парад красоты. Побывал на празднике, оценил женскую красоту и даже успел немного поработать. Наш корреспондент Александр Колганов. Красота – это доброта и любовь. Блеск глаз, гармония, ощущение счастья. Красота – это здоровье. Это жизнь. Здесь каждая права и каждая уже победила. Состоявшиеся мамы, жены, успешные бизнес-леди, юные девушки, полные планов и надежд. Они пришли не доказать, а показать. Красота выше возрастов, эталонов и стереотипов. Парад, как мы все прекрасно знаем, подразумевает, что это шествие победителей. И мы считаем, что победить в этом мире должна красота. Мы тоже за то, чтобы девушки даже в бизнесе оставались мамами, женами и успешно справлялись со всеми своими задачами. Атрибуты парада самые традиционные. Эмоции участниц – самые искренние. Организаторы подчеркивают – это не соревнования. Проигравших здесь нет. Наверное, конкурсы красоты так или иначе показывают участниц во всей красе. Но все-таки там есть соревновательный момент – это конкурс красоты. А в параде как раз-таки все победительницы, все красавицы и все стоят наравне. Вот это отличительная особенность. Участница шествия наша коллега Анна Троян признается – формат этого праздника ее приятно удивил. Здесь все не так, как на привычном конкурсе красоты. Обычно женщины – конкуренты. Даже в простой определенной какой-то ситуации здесь не было конкуренции. Здесь все друг друга улыбались. Мне лично очень много комплиментов сказали именно женщины. И это показатель того, что вот такие мероприятия нужны. Где нет конкуренции, есть только дружелюбие и отличное настроение. Помимо демонстрации своей красоты, представительницы прекрасной половины человечества танцевали, пели, участвовали в лотерее и мастер-классах. На празднике встретились ослепительные блондинки, огненные рыжие и ежгучие брюнетки. Наверное, это внутренний мир больше. Вот в этом заключается женская красота. У нас в Люберцах самые красивые девушки. Надо показать себе. Организаторы говорят, парад имеет все шансы стать ежегодным. Этот собрал более ста красавиц из Люберец, Москвы и области. Александр Колганов, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. На стадионе «Торпеда» прошел общероссийский праздник «День физкультурника». Он отмечается каждый год во вторую субботу августа. Комитет по физической культуре и спорту совместно с партией «Единая Россия» приготовил для жителей и гостей округа много сюрпризов. С подробностями моя коллега Луиза Игиазарян. «День физкультурника» – первый крупный праздник после долгой самоизоляции. Пришла пора устанавливать новые рекорды. На стадионе «Торпеда» проходит самая массовая одновременная игра в шахматы. 108 досок, 250 игроков. В Московской области такое количество участников впервые. Это не просто игра в шахматы, а флешмоб, посвященный спортивному празднику. Столы образовали в центре футбольного поля аббревиатуру ГТО. Таким образом, люберчане поддержали идею включить шахматы в олимпийские виды спорта. У нас создана такая хорошая, добрая атмосфера развития спорта. На сегодняшний день у нас порядка 70 видов спорта, из них 19 олимпийских. И мы это все развиваем. Это все благодаря вам, нашему управлению по спорту. Участникам праздника вручили благодарственные письма. Награду за волонтерскую помощь во время самоизоляции получили более 100 человек. Спортсмены признаются, что в этот сложный период любовь к профессии стала крепче. Самое главное место, мне кажется, в моей жизни занимает спорт. Это очень хорошо для жизни, для здоровья. В дальнейшем мне будет легче. Я считаю, что спорт – это очень важно, и каждый человек должен заниматься спортом. День физкультурника отметили и силовой эстафетой. Старт спортивному состязанию дал глава округа Владимир Ужицкий. Раз, два, три. Поехали! За звание самых быстрых, ловких и смелых боролись 20 команд, в каждой по три человека. На пути спортсмена 8 испытаний. Преодолеть полосу препятствий нужно в сжатые сроки и с максимальной точностью. Я думаю, у нас все получится и займем первое место, потому что мы спортсмены. У нас у всех есть азарт. Но мы всегда добиваемся своего, и у нас очень сильная команда. Никаких препятствий для себя здесь я не вижу. Тренировались не зря, поэтому покажем – класс. Самоуверенность не подвела эту команду. Ей удалось занять первое место. В день физкультурника спортивные соревнования прошли во всех поселках городского округа. И люберцы в очередной раз закрепили за собой право считаться территорией спорта. Луизия Егезерян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова